Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Сотрудники телеканала ЛРТ посетили телевизионную студию ТВ «Интересно» на базе гимназии номер 16. Теперь об этом и не только в деталях. Почти 400 муниципальных служащих будут сокращены до конца года в Люберецком районе. Оптимизация штатной численности проходит в рамках антикризисного плана губернатора Московской области Андрея Воробьева. Если до начала масштабных сокращений общее количество муниципальных служащих составляло 633 человека, то после завершения этой процедуры в структуре останется всего 241 человек. Оптимизацию штата чиновников планируется провести в несколько этапов. С 1 ноября сокращения пройдут в администрациях городских поселений, советах депутатов и контрольно-счётных органах. Стоит отметить, что в масштабах района экономия денежных средств на содержание муниципальных служащих составит порядка 218 миллионов рублей в год. Пенсионеры с доходом ниже прожиточного минимума, проживающие в Люберецком районе, смогут получать денежную компенсацию для проезда в общественном транспорте Москвы уже с 1 января 2016 года. Такое решение было принято на первом заседании обновлённого совета депутатов Люберецкого района. По словам главы района и города Люберца Владимира Ружицкого, в категорию социально незащищённых граждан пенсионного возраста попадают 2746 человек. В основном это пенсионеры по старости, потери кормильца и ветераны труда. На сегодня предполагаемый размер денежной компенсации составляет 191 рубль 50 копеек в месяц. Таким образом, на эти цели из бюджетов городских поселений будет выделено около 6,5 миллионов рублей в год. Однако эта сумма может варьироваться в зависимости от изменения прожиточного минимума в Московской области и других расчётных показателей. А сейчас информация для тех, перед кем стоит вопрос, как использовать материнский капитал. На что сегодня можно потратить эти средства, если новшества в законе все тонкости изучила Анна Троян. Материнский капитал – это денежные средства, выделяемые государством для поддержки семей, имеющие от двух и более детей, в том числе и усыновлённых. С этого года сумма материнского капитала составляет 453 026 рублей. На улучшение жилищных условий, на образование детей, оплату содержания детей в детском саду и на формирование накопительной части будущей пенсии мамы. Стоит отметить, что в 60% случаев материнский капитал используют на погашение ипотеки. Остальные же чаще всего направляют на образование детей и индивидуальное строительство. Право на его использование имеют женщины, родившие в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года, а также отец, если по каким-либо причинам маму лишили прав. Чтобы оформить сертификат, необходимо обратиться в территориальное управление пенсионного фонда, либо в многофункциональный центр оказания государственных услуг с заявлением о выдаче сертификата. При себе необходимо иметь паспорт, свидетельство о рождении детей и документ, подтверждающий смену фамилии, если происходила смена фамилии у матери. В Люберецком районе с 2007 года право на пользование материнского капитала получили более 11 тысяч человек, а уже в текущем порядка 1 800. Я даю заявление на материнский капитал, который планирую потратить в будущем на образование первого ребенка, старшей дочери. Что касается изменений, то с марта текущего года и средств материнского капитала можно воспользоваться единовременной выплатой в размере 20 тысяч рублей. Это разовая мера, принята правительством в целях поддержки в условиях кризиса. Чтобы получить единовременную выплату из средств материнского капитала, также необходимо обратиться в управление территориального фонда с заявлением о предоставлении единовременной выплаты из средств материнского капитала, либо в многофункциональный центр. Разовая мера ограничена во времени. И с таким заявлением можно обратиться только до 31 марта 2016 года. Правом воспользоваться единовременной выплатой могут только те, чьи дети рождены или усыновлены до 31 декабря 2015 года. Можно оплачивать содержание ребёнка в детском саду. Для этого тоже можно. Но это после того, как ребёнку, в связи с которым возникло право на капитал, у матери исполняется три года. Стоит помнить, что материнский капитал можно получить при появлении в семье второго, третьего ребёнка или последующих детей, но лишь однажды. И реализация этих средств возможна только, когда ребёнку исполнилось три года. Это не касается ипотечного погашения и единовременной выплаты размером в 20 тысяч рублей. Анна Троян, Игорь Морев, Люберецкое районное телевидение. В воздухе с парашютом за рулём КАМАЗа на земле. В день призывника в Люберецкой школе ДСААФ России принимали ребят, которым предстоит служба ВДВ. Какими навыками и умениями должны овладеть будущие защитники Родины, узнала Яна Яковлева. Будущие водители военно-десантных войск встречали своих преподавателей аплодисментами. С началом учёбы их поздравил руководитель управления по работе с молодёжью. К этому отнестись ответственно, с пониманием, слушать своих преподавателей, своих кураторов. И всё у вас получится. И вы действительно будете достойными нашими военнослужащими, в наших доблестных рядах российской армии. Также он передал напутственные пожелания призывникам от главы района Владимира Ружицкого. Быть твёрдыми и настойчивыми. Жизненным опытом с юношами поделился ветеран Великой Отечественной войны Иван Васенин. Главное в жизни должно быть это изучение, это школа, это знание, глубочайшее знание. Без знаний очень плохо в жизни. За знаниями в школу ДОСАВ пришли 60 курсантов. Лучшие из лучших. После 19 недель занятий вчерашние школьники и студенты техникумов получат права категории С и три раза спрыгнут с парашютом. Такая программа составлена по специальному госзаказу впервые в Московской области. И, кстати, многие ребята уже предпочли учёбу некоторым своим интересам. Меня давно интересовала военная техника. С детства. Чаще играл в компьютерные игры, там её было много. К сожалению, российской техники там нет. Здесь вживую предоставится возможность покататься. Ну и подготовка к армии, соответственно. Потому что если я просто попаду туда, обычный рядовой, а тут водитель. Служба в армии после курса – обязательное условие бесплатного обучения. Призывники понимают, пройти её должен каждый настоящий мужчина. Я хочу пойти в армию для того, чтобы отдать долг твоей родине. Пока же курсанты научатся отличать карбюраторный двигатель от дизельного, освоят теорию и пройдут практику на автодроме. Камазы, Уралы – всё это большегрузы весом более трёх с половиной тонн. Совсем скоро каждый из ребят будет проводить за рулём таких машин по два часа в день. Осталось только дождаться начала занятий. Яна Яковлева, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение. Экспериментальный рейд «Фото в подарок» прошёл в Люберцах. На пешеходных переходах в черте города дежурили внештатные сотрудники ГИБДД с фотоаппаратами и фиксировали тех автовладельцев, которые не пропускали пешеходов. Получившуюся фотографию вручали нерадивым водителям вместе с постановлением о правонарушении. Переход на улице Кирова был выбран сотрудниками ГИБДД не случайно. Движение здесь оживлённое. Кроме того, рядом лицей номер 4. Рейд «Фото в подарок» направлен на снижение количества ДТП с участием детей. По словам местных жителей, автолюбители далеко не всегда предоставляют приоритет пешеходам. Где, конечно, есть полицейские, там, конечно, хорошо пропускают. А тут ещё не очень, я бы сказала. За детей ещё, ну, как бы, волнительно их отпускать одних. Увидев инспекторов с фотоаппаратом, все без исключения водители начали сбрасывать скорость и уступать дорогу пешеходам. Но так происходит далеко не всегда. За прошедший период 2015 года на Люберецких дорогах пострадали уже 10 детей. В правилах дорожного движения чётко прописано о том, что водитель должен перед нерегулируемым пешеходным переходом снизить скорость, а при необходимости остановиться. То есть, если в зоне видимости водителя вблизи пешеходного перехода появился пешеход, водитель вплоть до полной остановки должен принять какие-то действия. Акции, подобные этой, пройдут в ближайшее время не только на территории Люберецкого района, но и в Котельниках, Держинском и Лыткарина. Наталья Григорьева, Александр Орлов, Люберецкое районное телевидение. Проект «Юнкоры гимназии номер 16» на ЛРТ продолжается. Накануне сотрудники Люберецкого районного телевидения посетили телевизионную студию «Интерес». Цель визита – познакомиться с материальной базой школьного ТВ и оценить профессиональную подготовку ребят. Напомню, не так давно телеканал ЛРТ взял шефство над юными журналистами ТВ «Интерес». Телевидение на базе гимназии «Интерес» работает с марта 2015 года. Коллектив здесь собрался из настоящих энтузиастов, которым действительно интересно то, чем они занимаются. Так, Евгений Матвеев за несколько месяцев работы изменил свое представление о журналистике. Быть журналистом намного интереснее, чем я думал журналистом в целом. И оператором, и монтажером. Я понял всю важность этой профессии, то есть насколько это важно в современном мире, что это актуально. В ходе встречи специалисты ЛРТ оценили техническую базу школьного телевидения и установили на компьютеры новую программу для монтажа. Кроме того, ведущая Ольга Чуканова проверила профессиональную подготовку тех ребят, которые хотят работать в кадре. Сами юные телекорреспонденты уже возлагают большие надежды на сотрудничество с ЛРТ. Я думаю, я многое узнаю нового, наберусь опыта. И, возможно, если мне будет все нравиться, я, может быть, даже в будущем буду поступать на журналистику. По окончании встречи прошел разбор ошибок и недочетов. У многих ребят есть хорошие задатки телевизионных журналистов. Однако молодому коллективу нужно быть более организованным, отметила генеральный директор ЛРТ Екатерина Дегтярева. Вы будьте командой. Если вы команда, вы должны друг друга поддержать. И вот эта поддержка, она будет чувствоваться на расстоянии. Один сидит в кадре, другой стоит далеко за кадром. Но он внутренне поддерживает своего коллегу. И тогда будет все получаться. Помимо полезных советов, школьникам дали и домашнее задание. Ребята должны снять и смонтировать два сюжета, посвященных гимназии. Сотрудники ЛРТ оценят материалы через две недели, когда снова посетят ТВ-интерес. Кроме того, с помощью ЛРТ у школьного телевидения скоро появится новое оборудование. Ну а к концу учебного года ребята при поддержке журналистов компании подготовят и защитят свои работы в выбранной ими области телевидения. Наталья Григорьева, Игорь Морев, Люберецкое районное телевидение. Ну что ж, это все, о чем я хотела вам рассказать в этом выпуске. С вами была Ирина Михайлюк. Все вам самого хорошего и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова